Здравствуйте! Представляем вам подборку самых интересных новостей уходящей недели. Мы узнаем, о чем говорили на форуме с губернатором и какие дворы преобразятся по программе формирования современной городской среды. Проследим, как проходит двухмесячник по санитарной очистке города, а также напомним, когда можно будет сфотографироваться с Кубком Чемпионата мира по футболу. В студии Виктория Сарада. Давайте начинать. Ветераны со всего Приморского края съехались в Уссурийск. В молодежном центре «Горизонт» состоялся форум, где говорили о подвиге наших дедов и прадедов. Затронули также вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения. В разговоре участвовал и глава региона Андрей Тарасенко. Ветеранам заботу губернатора Приморья. Девиз встречи в молодежном центре «Горизонт». Сюда съехались представители со всего края. Главная тема диалога – социальная поддержка воевавших дедов и прадедов. Без малого 800 человек в нашем округе – тех, кого затронули ужасы Великой Отечественной войны. Я хочу сегодня от лица всего Приморья вам сказать большое спасибо. Большое спасибо, что вы даете такие уроки мужества. Даете нашему молодому поколению ту славу, которую вы завоевали. Ту победу. Мы ее должны помнить, чтить и в своем сердце беречь. Зрительный зал блестит орденами, а ветераны получают благодарственные письма от руководства края и законодательного собрания. Это первый такой форум в Приморье, где детально рассказали о мерах социальной поддержки, на которую могут рассчитывать все воевавшие. В каждом городе работают и дополнительные акции для этой категории пенсионеров. Муссурийские ветераны в особом почете. Все они – наша особая гордость и забота. Для того, чтобы им было достойно социальные БТВ условия, чтобы никто из них не чувствовал себя забытым, одиноким. Мы обязаны помнить о них ежедневно. Это наш общий долг. Общий долг – и воспитывать подрастающее поколение. С Сусуриска можно брать пример. Более тысячи школьников уже сплотились в молодежном патриотическом движении Юнармия. Они делают добрые дела, чтят традиции, почитают старших и заботятся о ветеранах. Последние, в свою очередь, всегда готовы протянуть руку помощи. И все же я бы, наверное, озвучил так. Губернатор нам, а мы губернатором. АПЛОДИСМЕНТЫ Не должно быть по-иному. Все мы приморцы. Все мы заинтересованы в том, чтобы наше Приморье было просветающим регионом, в котором комфортно жить, учиться и работать. После длительного диалога все участники форума отправились на памятное место, где вспомнили и тех, кто погиб, исполняя свой вонский долг уже после Великой Отечественной. Многие уссурийцы погибли в локальных конфликтах. В канун Дня Победы их подвиги почтили минуты омолчания и оружейными залпами. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Благоустройство округа на выездном совещании проверил глава администрации. Евгений Корж выяснял, как проходит двухмесячник по санитарной очистке города. Также специалисты осмотрели состояние дорог перед стартом ремонтных работ. Где требуется новый асфальт, выяснила и наша съемочная группа. Дважды в неделю глава администрации проводит рейд по городу. Состояние улиц, качество дорог, благоустройство. Замечаний много. На улице Ленинградской вновь появились провалы на дороге. Специалисты пояснили, что после наводнения восстановление продолжается. Впереди работа и на этих участках. На других улицах главу возмутила грязь. А мусор надо убирать постоянно. Хотя бы раз в неделю мы должны и обязаны это делать. Мы как и делаем, раз в неделю проходят убирать. Вот этого недостаточно. Значит делайте два раза. А не хватает объема. Ищите. Дом Погорького 19 уже давно привлекает внимание. Заброшенное здание принадлежит краевым властям. За помещением никто не следит. Раньше здесь находился психиатрический диспансер. Насрочно писать от моего имени на губернатора с адресом, что мы готовы забрать. В Уссурийске проходит двухмесячник по санитарной очистке округа. Где-то порядок уже навели. Но впереди еще масса дел. Убирать мусор рядом с бордюрным камнем помогает подметально-вакуумная машина предприятия УДЭП. С этой недели техника выйдет работать на улице города. Работы много предстоит? Много. Работы мало не бывает. Очень много работы в округе. Так что будем делать. Сейчас заметили много ямочного ремонта, где надо сделать. Я указал, где не видят наши специалисты. Грязь в округе. Ну, будем делать это. Убирать постоянно. Восстановление дорог начнется в Уссурийске во второй половине мая. До 30 апреля будет корректироваться план ямочного ремонта. После его публикуют на сайте администрации округа. Всего в этом году на ремонт дорог выделено более 60 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Результаты субботника оценивают специалисты в округе. В поле зрения борцов за чистоту попала кафе «Минутка», что на Владивостокском шоссе. Руководитель общепита проигнорировал общее дело. Его владения остались в мусоре и нечистотах. Теперь хозяину «Минутки» грозит штраф. С подробностями моя коллега Ольга Муравьева. Владивостокское шоссе 1Б, кафе «Минутка». Группа специалистов администрации обследует территорию. Это уже третий выезд к общепиту. Сегодня нареканий в адрес хозяина почти нет. Но еще несколько дней назад территория утопала в грязи. Фотографии как свидетельство антисанитарии. И все это в двухмесячник по санитарной очистке города. Субботник 21 апреля здесь проигнорировали. Заехав на эту территорию, мы увидели грубейшее нарушение содержания и прилегающие территории. А кроме этого, самое страшное, что мы выявили, это складирование мусора в большом количестве на муниципальной земле. Сейчас вокруг чистота и порядок. Возле входа даже сформированы цветники и покрашен бордюрный камень. Мусор собственник вывез. Осталось разобраться с металлом, который сложен на территории. Но административную комиссию заботит и другой вопрос. Как утилизированы отходы? Ведь по городу очень много стихийных свалок, с которыми регулярно ведется борьба. Документы, я могу повторять. Куда вывезли на торгозу? На свалке. Документы, пожалуйста. На этой территории есть и еще одна проблема. Несколько лет назад хозяин кафе поставил уличный ларек. Без получения соответствующего разрешения. Тогда он обещал все оформить по закону. Однако слова так и остались словами. Осенью 2017 года мужчину оштрафовали и еще раз напомнили, что нужно довести дело до конца. Сейчас время разговоров прошло. Но до сих пор документов нет. И мы уже в феврале месяце направили данный павильон для формирования объектов, для сноса нестационарных торговых объектов, которые осуществляются в соответствии с решением Думы. Напомним, установка нестационарных торговых объектов в округе допустима. Но ларьки должны быть включены в общегородскую схему размещения. Иначе будут признаны незаконными и снесены. Как и этот, давно не функционирующий павильончик. Также собственнику предстоит заплатить штраф за мусор. В ближайшую среду он отправится на административную комиссию, где и будет определена сумма оказания. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. 22 двора благоустроят в этом году в Уссурийске. Хотя еще в начале года по программе формирования современной городской среды планировалось лишь 15 придомовых территорий. Возле многоквартирных домов появятся скамейки, урны, новый асфальт. В некоторых дворах сделают освещение. Двор Пасуханово 47 стал счастливчиком. Очередь на благоустройство пришла раньше срока. Всего в этом году дополнительно отремонтируют 7 придомовых территорий многоквартирных домов. Изначально было запланировано, что благоустроят только 15 дворов. В итоге 22. В результате проведения работы и осмечивания предыдущих двориков у нас получилась экономия. В результате этого получилась возможность добавить еще 7 дворов в этот год для выполнения работ по благоустройству наших придомовых территорий многоквартирных домов. Жильцы дома Пасуханово 47 территорию и здание содержат самостоятельно. Недавно покрасили скамейки, качели, побелели бордюрные камни. Этим летом территория станет еще лучше. Конечно, мы рады, очень рады. И, наверное, любой житель любого дома нашего рады, когда красиво все. Вы видите, какие активные жители в нашем доме. Вот и субботник сейчас активно. Полдома вышло, провели субботник, все сделали. Все здесь, все чистота. Теперь дело за специалистами. Заасфальтировать проезд, тротуар и установить скамейки и урны. Аналогичные работы ждут дворы на Горького. 37-й дом идет по графику. Благодаря экономии средств удалось смежно с 39-м провести восстановительные работы. Мастера уже приступили к делу. Засыпали ямы, которые позже покроют асфальтом. Сейчас укладывают бордюр. Всего для Уссурийского округа по программе формирование современной городской среды. Выделено 52 миллиона рублей. Из них 46 поступят из федерального бюджета и 6 миллионов из краевого. На эти деньги в округе благоустроят 22 двора и сквер имени Кузьминчука в районе Междуречья. На придомовых территориях будет уложен асфальт, тактильная плитка, установят скамейки, урны, бордюрный камень. В некоторых дворах сделают освещение придомовых территорий. Традиционно именно в начале следующего месяца на границе с Китаем случается пассажирский и транспортный коллапс. Как не стать жертвой этой западни любителям заграничных путешествий выяснила наша съемочная группа. Пограничный пункт пропуска с Китаем. Будний день. Работа идет в штатном режиме. Прошло 10 минут после прибытия туристического автобуса из Поднебесной. Помещение досмотра заполнено до отказа. Здесь идет паспортный контроль. Проверяют и ввозимый товар. Сначала на весах, потом на рентген установки. При возникновении каких-либо подозрений туристы ожидают личная беседа с инспектором. Судя по количеству одинаковых покупок, семья у туристки явно большая. А инспектор все больше уверен, что это так называемый «помогайский груз». Когда в страну под видом личных вещей возят коммерческие партии товаров. При этом без каких-либо платежей в бюджет страны. Если человек нервничает, то возникают какие-то подозрения. Если человек ведет себя спокойно, четко, понятно объясняет, что он перемещает, для кого он перемещает. Знает количество, вес своего товара. Понятно, что человек перемещает товар для личного пользования. При таких разбирательствах на переходе образуются заторы, что приводит к очередям, но и к исполнению закона. Ведь не зря на пунктах пропуска назначен пограничный и таможенный контроли. Горе туристу предстоит платить штраф, а коммерческий груз подлежит конфискации. В случае, если там будут товары, которые подпадают перемещениями, за которые ответственность подпадает под уголовную ответственность, они будут нести уголовную ответственность, независимо от того, у кого они взяли этот товар, кто им нам дал. Ну, они же берут, они перемещают, заявляют, что привезут для себя. Но время, потраченное на такие разбирательства, ничто по сравнению с заторами, которые возникают на границе в праздничные дни. В начале мая прошлого года работа пунктов пропуска затягивалась до глубокой ночи и до последнего туриста. Проблема кроется в росте числа выезжающих и включением в маршрут дополнительных автобусов. Естественно, они ни в каком расписании не стоят, вклиниваются в очередь, ну и, соответственно, вызывают массу вопросов, как пограничникам-таможенникам в пункте пропуска регулировать движение. Мы, в принципе, никогда не оставляем где-то кого-то с той или с другой стороны в пропуске. Разрешение на такие рейсы выдает Ассоциация международных пассажирских перевозок. Организация эта общественная, поэтому механизм воздействия на выросший транспортный поток пока не найден. Однако обезопасить себя самостоятельно может каждый. Следует приобретать путевки у проверенных туроператоров. Не лишним будет отказаться от помогайского груза. И обязательно попасть на рейс, который идет строго по расписанию. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. В Уссурийске прошел рейд по несанкционированным торговым точкам. Таких в нашем городе несколько и, как правило, везде реализуют товар с китайского рынка. Специалисты сразу нескольких ведомств проверили точку на улице Чечерина. В рейде участвовали и мои коллеги. Почти стихийный рынок образовался на улице Чечерина. Торговые ряды этого молодого человека растянулись на несколько метров. Продавец балагурит с покупателями. Продукцию реализует по низким ценам. Но торговая точка здесь образована незаконно. И жалобы от населения есть. И насиженное место здесь скопления граждан, которые занимаются несанкционированной торговлей. Ну, еще акцентировать внимание хотелось, что те люди, которые здесь незаконно торгуют, очень много оставляют после себя большое количество мусора. Пустые коробки, полиэтиленовые пакеты, ценники – это результат уличной торговли. Продавцы получают прибыль, а жители сетуют на мусор. Причем осенью эту территорию привели в порядок силами администрации. Однако все вернулось на круги своя. Документы, пожалуйста, протокол на вас составит. Вещи, как вы видите, ассортимент китайский. И русские есть. Лицензии, то есть сертификатов никаких нет. А это еще одна проблема стихийного рынка. Никаких сертификатов соответствия на продукцию здесь и в помине нет. Но если при покупке одежды и носков на это можно закрыть глаза, то продукты питания, купленные в подобных местах, могут привезти в больничную палату. Мы рейды осуществляем совместно с управлением торговли, администрацией Сурийского городского округа и Россельхознадзором. В случае, если отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы, мы регистрируем рапорт и сотрудники Россельхознадзора составляют протоколы в пределах своей компетенции. Сразу несколько протоколов грозит торговцу клубникой. У него отсутствует разрешение на торговлю и товар без документов. Здесь это общая на всех проблема, с которой борются уже не первый год. Люди, которые непосредственно выращивают на своем огороде свою продукцию со своего огорода, У них альтернативы есть. Два раза в неделю у нас проводится продовольственная ярмарка на центральной площади. Места там предоставляются бесплатные. Также официальные места существуют возле торгового центра «Антарис», «Мини-рынка Исток» и на русском рынке. А таких стихийных точек быть не должно. Опасно не для здоровья. В этом году уже проведено 33 рейда. Горе предприниматели привлечены к ответственности. А краевая казна пополнилась на 78 тысяч рублей. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Около ста человек приехали в Дендрарий на станции Горнотаёжной. Цель гостей не только экскурсия, но и помощь лесу. Волонтёры высадили на территории молодые краснокнижные растения. В прошлом году осенью добровольцы подготовили землю и убрали ветви. Теперь приморцы помогли редкому дереву, деморфанту, расселиться под Дендрарию. Волонтёры прибыли в Дендрарий, чтобы помочь сотрудникам в посадке деревьев. Пока часть добровольцев наводит порядок на территории, другие выкапывают саженцы в питомнике. На первый взгляд простая колючая палка глядит из земли. Ствол с шипами – молодое краснокнижное растение – деморфант. Выкапывать нужно осторожно. Важно не повредить руки себе и корни растению. Деморфант – дерево краснокнижное. Около 50 саженцев переезжают на территорию Дендрария. Под руководством сотрудников волонтёры выполняют ответственную миссию. Высаживают редкое растение – молодым деморфантам от 3 до 5 лет. Молодые деморфанты, которые высаживают волонтёры через 30 лет, станут примерно такими же, как этот колопанокс. Он здесь с 1985 года. Правда, трогать ствол его довольно опасно. Здесь много мелких колючек. На поверхности ствола и веток видны шипы. Сотрудники Дендрария говорят, что к 50 годам колючки остаются лишь на ветвях кроны. Из-за них растение ещё называют «чёртово дерево». Мол, схватится за него человек, поранится и скажет «чёрт побери». Есть и другие предположения. Я думаю, для защиты, чтобы его меньше животные топтали и предохранять себя, защищать. Дендрарий существует уже более 50 лет. В коллекции растений более 700 видов. Участки созданы по географическому принципу – американский, европейский, восточно-азиатский – и по группам растений – черёмуховый, лимонниковый, можжевельниковый. Увеличивать их численность помогают неравнодушные приморцы. Я чувствую, что лесу лучше становится, что это доброе дело я сделала. В таком мероприятии мы участвуем впервые. Замечательное мероприятие. А отдыхать сюда ездим часто. Весной, осенью, летом. Всегда. Как вам внешний вид дерева, который вы высаживаете? Я думаю, у меня самое красивое дерево попалось. Самое живое, самое будет живучее. Не страшно его садить, потому что оно колючее? Ну, укололосы же, но ничего страшного. Кроме краснокнижного дерева волонтёры высадили елей и цветок прострел. В этом году добровольцев собралось около ста человек. Организаторы приятно удивились такой помощи. Здорово, что люди такую инициативу проявляют. Единственное, что мы были не готовы к такому авралу. Так бы мы, конечно, больше фронт работ подготовили бы. Ну, то есть, есть чему учиться, чего брать на вооружение. Очень хочется немножечко помочь и в другом парку, потому что, наблюдая вот из года в год, очень заметно, как разрушаются скамейки, которые делались руками сотрудников станции. И поэтому очень сейчас актуально сделать какие-то места, где могут люди посидеть, отдохнуть. В конце мая, 27 числа, организаторы приглашают всех желающих установить скамейки. Особенно ждут умельцев работать с деревом, чтобы сделать новые указатели. Также активисты надеются, что кто-то сможет поделиться стройматериалами для лавочек. Екатерина Рехтина, Сергей Флоренцев, Телемикс. Поэтический батл, театральная импровизация и многое другое на историческом квесте «Маяки наследия». Уссурийские школьники в игровой форме знакомятся с достопримечательностями нашего города. Не спортивное, а историческое ориентирование. В Уссурийске запущен экскурсионный квест «Маяки наследия». С этим проектом студентка Юлия Хахлина прошла региональный этап конкурса «Лидер 21 века». На участие уже подали заявки 20 образовательных учреждений. Командам предстоит пройти маршрут по 7 объектам. Стартуют все от памятника борцам за власть советов. Это разные точки с разными заданиями. Допустим, эта точка у нас с экологическим значением, потому что она поставлена егерю, который спас тигренка. У театра имени Веры Комиссаржевской участники должны показать актерскую игру по заданному сценарию. На подготовку 5-10 минут. Слова распределены, реквизит разобран, камера, мотор. Где пан Х? Кто не знает, что у нас селия в листе? Ребята, в общем, не имеют никакого отношения к театру. Ну, это видно, то есть они нигде не играют, ну, или еще что-нибудь, не ходят в какие-нибудь там кружки актерского мастерства. Но у них довольно-таки неплохо получается. Самое главное, что они показывают свои идеи и воплощают их в жизнь. На этапе у памятника Пушкину ребят ждали вопросы как по творчеству поэта, так и по его биографии. Если с произведениями творца школьники относительно знакомы, то о некоторых фактах из жизни Александра Сергеевича известно мало. Мы должны отгадать, что за стихотворение, поэтапно, должны собрать его четверостишья и понять, о чем оно. Допустим, вопрос такой, имя, фамилия и отчество няни Пушкина. То есть, да, это Арина Родионовна Яковлева, которой никто не ответил правильно на этот вопрос. Вообще, очень жаль, что ребята элементарно даже этого не знают. Но зато знают, какие прозвища были у Пушкина в лицее. Обезьяна и француз. Через несколько кварталов участников ждал еще один поэт. Николай Некрасов наблюдал, как школьники исполняли его поэму под современную музыку. Команда из «Камня рыболова» дала понять, кому на Руси жить хорошо. Горелого, не елого, не урожайка тоже сошлись и заспорили, кому живется весело. Вольгота на Руси. Роман сказал помечику, Демен сказал чиновнику. Угаз сказал бабу. Еще один пункт. Дом офицеров. Там ребята сами набивали ритм и пели под него песню у солдата выходной. Последней точкой квеста стал памятник каменной черепахе в городском парке, где и подвели результаты. С самого старта участники 30-й школы были уверены в победе. Мы сегодня победим. Ты уверен? Почему так уверен? Ну, посмотрите, как они носятся. Они вон уже куда убежали. У нас есть желание. Уверенность не подвела и желание подыграло. 30-я школа стала лучшей в первый день квеста. В апреле и мае пройдут еще несколько игр, где выявятся лучшие. Они сразятся в июне в финальном этапе экскурсионного квеста «Маяки наследия». Проследить за конкурсом можно по одноименному хэштегу в Инстаграме. Илья Аманатов, Сергей Флоренцев, Телемикс. Приморцы увидят Кубок Чемпионата мира по футболу. Трофей приедет во Владивосток 1 мая. Краевая столица станет первым городом третьего этапа тура легендарного Кубка. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза пройдет возле здания администрации края 1 мая в 15.30. На территории возведут небольшую сцену и футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами. После официальной церемонии состоится Unified Match. Во встрече примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу Жилберто Силва и супермодель Наталья Водянова. Каждый желающий сможет сфотографироваться с легендарным трофеем 1 мая с 16 до 19 часов и 2 мая с 12 до 20.00. Кубок будет выставлен на центральной площади Владивостока. В Уссурийске прошел полуфинал Приморской юниор-лиги КВН. Восемь команд решали, кто попадет на краевой финал во Владивостоке. Ну что, Уссурийск, встречай приехавших. Приехавших, приехавших. И Уссурийск встретил победителя межрайонных фестивалей Приморской юниор-лиги КВН. На первом этапе насчитывалось около 70 коллективов. На сцене горизонта шутили 8 команд. Лучшие команды, призеры, вот этих вот турниров, межрайонных фестивалей, они выходят на три полуфинала. Среди которых определяются сильнейшие команды, финалисты, которые будут бороться с званием чемпиона. И право представлять Приморский край на всероссийской уже юниор-лиге, фестиваль которой пройдет в Анапе осенью. Уссурийск представляла команда Суворовского военного училища. Парни в погонах приучены к строгой военной дисциплине. Но в игре необходимо проявить актерское мастерство и театральные навыки. Суворовцы отступать не привыкли и дошли до полуфинала. У нас как бы военное училище, мало кто способен полностью раскрыться. Но у нас много талантов, которые нужно раскрывать. Передайте моей маме, что я стала финалисткой юниор-лиге. Но вы же еще не прошли. Вы даже не станете играть. Врать и не придется. Владивостокская команда «Клюква» все же вышла в финал. Ребята должны были не только написать материал и отрепетировать, но и успеть сплотиться. Ведь состав претерпел изменения за две недели до игры. К нему приклюквилась часть другой команды. Была одна команда, несколько человек ушло. И мы пришли в другую команду. То есть мы в Владивостоке не прошли. И пришли в эту команду, которая прошла. И вот так совместили две команды, получается. Совместились. Слышишь, священник? Рот закрой. С чего ты взял в твоем священнике? А что ты под такси с вами лазишь? Во всяком случае. Кстати, а ты когда рисунку выглянешь? А? Б. В. ГДЕ, мои бабки, бёс. Бабок не оказалось. Но нашлись искрометные миниатюры, дикие танцы и веселые песни. По итогам всех конкурсов дальнереченская команда «Факс» стала победителем полуфинала. В эту же команду ушла награда лучшей актрисе. Ей стала Мария Бащенко. Пять лет игры в КВН не прошли даром. Сложности были в основном в реквизите, потому что у нас, ну, большинство шуток были основаны на реквизите. Также мальчик с гироскутером учился кататься за два дня буквально. Потому что роли менялись, распределялись разные. Задерегаем. Извини, мне звонили. Да! Блин, опять бросил. Походу испугались. Кроме факса и клюквы в финал методом добора попала и малая заря из Владивостока. Полуфиналы также прошли в Большом Камне и Арсеньеве. И уже 5 мая во Владивостоке 8 команд решат, кто поедет в Анапу представлять Приморье на Всероссийской юниор-лиге КВН. Илья Аманатов, Алексей Шаповалов, Телемикс. Вот так прожили мы эту неделю. Обо всем самым важным и занимательным мы постарались рассказать в выпусках новостей. Для следующей программы «Итоги недели» корреспонденты Телемикса вновь соберут для вас самые интересные и знаковые новости. В студии работала Виктория Сарада. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин